МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Культурные мероприятия с бескультурными сценами. Жители Дагестана возмущены проведением в городе спектакля «Охота на мужчин». Что говорят об этом люди и организаторы? Смотрите сегодня в нашем сюжете. Переходят дорогу с риском для жизни. Статистика показывает, не всегда в аварии виноват водитель. О том, что заставляет пешеходов нарушать установленный порядок, узнаете сегодня в выпуске. Родительский день. Всероссийский ЕГЭ для пап и мам сдавались сегодня и в Дагестан. И начинаем с новости, которая вызвала массу возмущений у дагестанского народа в социальных сетях. В столице был проведен спектакль с несколько откровенными сценами. Видео тут же распространилось в Инстаграм, где и поднялась волна негодования. Все подробности темы у Камиля Девятого. Искусство должно быть морально выдержанным и в рамках определенных границ. Все, что выходит за рамки морали, это аморально, дико и стыдно. Именно последние три слова можно применить к спектаклу, прошедшему на днях в Доме дружбы. Эпизод из постановки, больше напоминающий фрагмент эротического фильма, получил широкое распространение в сети интернет. Со словами критики. Общество негодует. Я считаю, что у нас в Дагестане это неприемлемо. Нет. Тем более в Доме дружбы, это же культурный центр. Уважающий себя мужчина туда не пойдет первое. Второе, уважающий себя мужчина, его и женщины там не будут, то есть дочери, матери, сестры. Как можно посещать такие мероприятия? Не соответствует нашим традициям, нашей культуре, нашему обществу. Это не должно быть. Очень отрицательно. Не люблю такие вещи. Так воспитание в советском периоде еще. Это не нужно абсолютно. Не надо показать такого. И так хватает нечистей. А это еще добавок. Вызывает огорчение и возмущение организаторов. Как они, зная менталитет нашего народа, зная о религиозных чувствах нашего народа, совершенно не посчитались с нашими чувствами, и вот так устроили этот, по сути, оскорбительный спектакль. Оскорбительный спектакль. Но еще большее возмущение вызывает, что зритель нашелся, и он там сидел, и зритель аплодировал, и дарил цветы. Позиция муфтиата с точки зрения ислама ясна и понятна, но возмущение дагестанского общества на этом не заканчивается. Свой недовольство откровенными показами высказали и в Союзе журналистов республики. Али Камалов – человек, знающий многое и многих. Мне понравилось продюсера письмо, которое он говорит, что он извиняется перед обществом. Это мне понравилось. А то, что приезжают, они будут приезжать. Сейчас нет идеологии, нет конкретных, не ставится вопрос бизнеса. Это их бизнес. Нужно было посоветоваться. И мне не понравился ответ Министерства культуры, тоже, которые отмахиваются от этого, отказываются. Это не мы, это рядом. То, что рядом происходит, тоже. За это тоже мы должны отвечать, мы должны за этим следить. И люди, которые приезжают, тоже в первую очередь, им надо учитывать менталитет и характер этого общества. Самое странное в этой ситуации – позиция двух ключевых министерств республики. Так или иначе, причастных к веселым гастролям теперь уже печального спектакля. Миннац и Минкульт поймали день тишины и отказываются от всяких комментариев по поводу произошедшего. Может быть, они считают, что ничего страшного не произошло. По нашей информации, на спектакле были и дети. Пока наши власти молчат, власть федеральная уже отреагировала в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Сила нашего государства как раз в его многоконфессиональности и многонациональности. И, естественно, в разных субъектах федерации есть свои традиции – национальные, исторические, религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать этого внимания нужно обязательно. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В районной больнице Дагестана 4 года лечили покойников. Таким путем должностные лица Унцукульской центральной районной больницы похитили из ФОМС 231 тысячу рублей. По словам представителей районной прокуратуры, сотрудники больницы внесли в учетную документацию фиктивные сведения об оказании помощи более 130 больным, которых, как оказалось позже, давно нет живых. По данному факту возбуждено уголовное дело. Начисление платежей за услугу по вызову твердых коммунальных отходов обсудили в Ленинской администрации Махачкалы. Поводом стала ситуация с двойными счетами на оплату, с которой столкнулись жители столицы. Люди получают квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора и одновременно от управляющей компании. С такой проблемой столкнулись жители 20 регионов страны. Однако, по словам депутатов, в республике такого не может быть, поскольку сбором оплаты за мусор управляющие компании никогда не занимались. Пошли жалобы жителей и юридических лиц, что идет двойная оплата за услугу эту с управляющей компанией многоквартирными жилыми домами и управляющей компанией регионального оператора. Тема очень больная, потому что выросли у нас тарифы, выросли у нас нормативы накопления отходов. Это чувствуют и бизнес, и жители, и мы должны обеспечить нормальную услугу. При этом региональные операторы отметили, что не имеет значения, кто будет собирать оплату за вывоз мусора. Главное, чтобы средства поступали вовремя и в полном объеме. Наша задача сегодня – просто найти оптимальный вариант, как лучше сделать, чтобы горожане были довольны, жильцы, наши граждане были довольны. На сегодняшний день в Дагестане действуют самые низкие тарифы на вывоз мусора, чем в целом по России. Жители многоквартирных домов платят за мусор по 64 рубля с человека, а жители частного сектора – 74 рубля в месяц. Для предпринимателей сумма платежей составляет 295 рублей за 1 кубометр отходов. Операция «Пешеход» продолжает свою работу на улицах Махачкалы. Сотрудники специализированной роты ГИБДД сегодня взялись за тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте. Под усиленным контролем находятся улицы столицы, где чаще всего именно пешеходы нарушают правила дорожного движения. Почему люди рискуют жизнью и не соблюдают установленный порядок, узнавала Карина Баталова. Это страшное ДТП на улице Камаева повергло многих в шок. Грузовик сбил двух женщин. Мать и дочь переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, примерно в 15 метрах от пешеходного перехода. В результате обе скончались на месте. Улица Каркмасова, центр города. От остановки до пешеходного перехода буквально 20 метров. Но то ли от лени, то ли от незнания люди переходят дорогу именно здесь. Хотя, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Ответственности прежде всего за свою жизнь. Ведь по статистике именно по вине пешеходов в прошлом году пострадало 242 человека. 46 из них скончались. И даже эти устрашающие примеры не учат людей осторожности. Оправдания найдутся всегда. Здравствуйте. Почему перешли в дорогу в неположенном месте? Давайте отойдемся. Здесь можно. Здесь можно. Ну как можно. Вон же знак стоит. Дальше переход, видите. А я слепой. Кто-то слепой, а кто-то немой. Почему переходите дорогу в неположенном месте? Можешь себе сказать, в чем причина? Лень? Интересный факт. Чаще всего нарушителями становятся взрослые и пожилые люди. В целом за час рейда только по одной улице неправильно перешли дорогу более ста человек. Ну а дальше простая математика. Рано или поздно здесь произойдет ДТП. Подобные рейды сотрудники ГИБДД устраивают регулярно. Очень важно, чтобы люди понимали, переходя дорогу в неправильном месте, они рискуют не только жизнью, но и рублем. За переход на установленном месте на пешеходов составляется административный протокол по статье 12.29 часть 1. Сумма штрафа в размере 500 рублей. А на водителя? А на водителя идет от полтора до двух по статье 12.18. Лояльность водителей к пешеходам в Дагестане возрастает. То ли камеры с фиксацией эффективно действуют, то ли возросла сознательность автовладельцев. По результатам нашего небольшого эксперимента, пешеходам на зебре все же уступают. Правда, с небольшим риском. Лишь четвертая машина остановилась. Соседние резко притормозили. Как видите, хороший пример работает. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, Телеканал ННТ, Новости 24, Махачкала. Поменяться местами со своими детьми и пройти процедуру ЕГЭ смогли родители в гимназии номер 13 города Махачкалы. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» взрослые смогли оказаться на месте своих детей и пройти всю процедуру экзамена. От металлодетектора у входа до получения результатов. Экзамен проводился по русскому языку и математике. Акция проходит уже в третий раз и призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой, и лучше познакомиться с процедурой. У меня сын выпускник 11 класса. И вот я очень переживаю о том, как он будет сдавать. И хотела сама попробовать, через что будет проходить мой сын, как это все проходит, попробовать на себе испытать. Ну и, конечно, хочется свои знания тоже проверить. Ну, я пришла сюда, во-первых, чтобы себя саму переубедить, что ЕГЭ не страшно для начала. Ну, а далее, если, конечно, на самом деле окажется, что это все так просто и легко, удобно, устраивать ребенка. У меня история немножечко, может быть, не такая, как у всех. У меня ребенок всего лишь шестиклассник. Я, по принципу, готов с Аней летом. Поэтому я заранее хочу посмотреть, как это на самом деле, какие задания, которые были сложные, и уже начать заранее готовиться к ребенку к этим экзаменам, так как они неизбежны. Ну, а в Дербенте появится дворец спорта, подобный ингушскому Магасу. Такое заявление сделал глава города Хизрия Бакара во время посещения Назрани, где и осмотрел один из крупнейших спортивных комплексов СКФО. Проектировщики Магаса готовы предоставить чертежи на безвозмездной основе. Остается его только доработать с учетом территории, на которой его планируют реализовать в Дербенте. После уточнения его направят на государственную экспертизу и начнут возводить. Также Хизрия Бакарова осмотрел ледовую арену «Эрзи», которая входит в состав спортивного комплекса. Он заявил, что будет рассмотрена возможность строительства и подобного здания в Дербенте. Отметим, Магас является самой крупной площадкой в Ингушетии для проведения концертных программ и спортивных мероприятий. Спортивное сообщество Дагестана присоединилось к акции по сбору средств на строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Так накануне Абдурошица-Дулаев вместе с коллективом и воспитанниками спортшколы, названной в его честь, внесли свой вклад в это богоугодное дело. Спортсмены несколько дней назад объявили добровольный сбор, а сам олимпийский чемпион пожертвовал квартиру. Напомню, что в строительстве масштабного объекта может принять участие любой желающий. Постройка так и называется, народная стройка, потому что ее строит народ. Весь хадис-порока, мирное благословение, который гласит, человек, который построит мечеть в размере дома Куропатки, всемущий построит дом вдвоем. И поэтому у нас сегодня в республике строится один из самых больших объектов нашего времени, это духовный центр пророка Исы, мир ему. И мы видим, что каждый человек в нашей республике принимает активное участие. Мы хотим передать эстафету школе Хадербека Хадербекова и хотим, чтобы все школы приняли участие в этом богоугодном деле. Спасибо вам. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм и также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова